вчера у нас тут прошел гей-парад невозможно было домой добраться а я еду в пустом поезде совсем никого нету на работу кто-то спит на остановке не доехавши до места назначения ближе уже к моей остановке в Алиселине хоть немного люди в поезде появились а то вообще едешь один-один нигде никого я как в школе стала ходить с рюкзаком и одевать его на оба плеча потому что стала замечать из-за того что на работе целый день стою над конвейером наклонившись стала сутулиться и спина побаливает от этого а так хоть небольшой вес какой-то в рюкзаке зонтик судочек с едой какие-то вещи и уже чуть-чуть расправляется спина давно я на остановках не видела голубей голуби появились и самолет несется и самолет несется мини-огородики вчера была суббота и я тут проезжала и так много людей на этих огородах я даже подумать не могла проводят выходные телевизионная их станция дом такой похожий как у нас вот это вот построили две башни очень много стюардесс не раз читала разные как сказать статьи где была описана про профессию тут стюардессы и зарплата честно говоря я думала у стюардесс нормальная зарплата а там как-то указывалась такая сумма в районе четырех тысяч франков как по мне я бы не пошла на такую профессию может и у меня и рост не тот и как-то это но я боюсь летать поэтому но мне было интересно почитать а люди тут относятся к самолетам как на трамвае проехаться но может конечно более серьезно из-за того что все равно какой-то таможенный контроль есть конечно не такой как у нас не выворачивают все чемоданы но все равно люди как-то более ответственно к этому относятся чем к поездке на трамвай в свой единственный выходной налепила кучу пельменей наготовила много еды чтобы пять дней которые работаю хоть немножко как-то ничего не готовить пришел погрел и отдыхать короче же был такой выходной от которого тоже надо выходной но надо работать потому что потом приедет папа и нужны деньги очень хороший был комментарий по поводу снятия квартиру но как это сделать как найти этот сайт нет ли тут такого вот как у нас мошенничество что скиньте предоплату а в итоге не предоплаты не жилья приедешь непонятно куда через букинг я уже пробовала и знаю как это а вот как с квартирой может быть действительно можно было снять квартиру и нормально поехать с Абби поэтому если знаете такие сайты проверенные какие-то поделитесь пожалуйста реклама интересная такая про самолеты стройка в районе аэропорта продолжается у меня еще такой вопрос я всегда покупала билеты через букинг на самолет но никогда не обращала внимания сколько стоит полететь с собакой как там добавить эту услугу и не нашла я такой этой услуги возможно авиакомпании не берут вообще собак или это надо только ехать в аэропорт просто даже не знаю как это спросить куда идти и у кого спрашивать там куча касс и разные авиакомпании еще стала думать по поводу поездки на автобусе фликсбус через приложение найти и забронировать себе билет билеты не сильно дорого правда посмотрела в сторону Италии чтобы доехать на автобусе восемь часов надо возможно конечно есть какие-то ночные автобусы но в основном то что я увидела в том направлении которое мне интересно автобусы только утром выезжают в девять утра и где-то в районе девяти вечера приезжают десять часов то есть день два дня на дорогу где-то потеряешь у меня дали мне отпуск всего восемь дней не хотелось бы лишние дни терять в дороге уже очень жду когда ко мне папа приедет хочется уже увидеть его у папы кстати тоже собака маленькая чихуашка Абина дочка тоже проблемы где ее оставить дома как-то так такая небольшая экскурсия вам по Клоттену это сейчас будем к вокзалу тут подъезжать вокзал это такая просто небольшая остановка везде что-то строится мне очень нравятся двухэтажные такие домики чем-то как в санатории напоминает местами попадаются старые такие дома но они более колоритные со стороны посмотреть интересно на старые дома а вот жить конечно больше интереснее в современных мне трактора носятся с утра пораньше интересно так куда это они такое количество и там в кабинах и женщины и мужчины и места так много интересно мне необычно люди машут ой смешно вообще рассмешили меня эти трактора такие интересные огромные высочезные и люди заметили что их снимают я не стала переходить дорогу на пешеходной зоне чуть-чуть отошла и думаю поснимаю их они в ответ машут женщины едут видят что видеосъемка происходит никогда не видела в таком количестве транспорта тракторного на работу иду и все время прохожу это здание с животными наверху зачем они туда их поставили всегда тут самовольно прорастали цветы зачем-то взяли их повыдергивали и они так красиво возле этого памятника цвели как будто этот мужчина едет по полю с цветами а теперь только остались одни камни цветы все выдернули что-то я в графике на какие-то даты это меня обняли выделено красным что это такое еще тут вот один человек ну это вообще уже какие-то планы на меня тут построили когда выходная когда необычно как придумают что-то так нам на работе завтрак готовят дают хлеб старый размораживают немного сыра салат колбасы совсем чуть-чуть какой-то соус старый и покупной такой полуфабрикат там пирог это сегодня у нас праздник такой такой обед на работе фалафель рис который не все едят картошка с томатами сушеными сосиска в луковом соусе какая-то с бамбуком бамбук с какой-то с какими-то овощами и полуфабрикат невкусная курица такая как на гриле всем спасибо за ваши лайки за комментарии всем хорошего доброго вечера оказывается эти вечно зеленые кустики такие красивые еще и какие-то плоды на них есть необычные шуна такое понедельник идет активная уборка в аэропорту какое небо сегодня красивое такое осеннее как будто волной на море иду с поезда на поезд тут в переходе чуть-чуть с вами пообщаюсь поснимаю вам как тут получается сегодня у меня на работе ситуация такая была пришел мальчик 22 лет такого телосложения плюс-минус как я наверное килограмм 50 ну у меня 50 килограмм поэтому я так говорю чуть ниже меня роста и и он он только закончил учебное заведение на повара пришел устраиваться на работу его сразу же взяли он швейцарец опыта работы толком нету он как мне он сказал что он два месяца работал в ресторане учился но ушел оттуда потому что там было два главных повара два шефа и один говорит один рецепт другой говорит другой рецепт и каждый на свой лад учит в итоге он там что-то крайне был ему это надоело и он ушел а меня сегодня заставили как бы чтобы он целый день за мной ходил ну и я его всему учила почему-то не за шрилангийцами а за мной и это главное еще начала шутить что это твой брат твой брат думаю ладно брат брат я нашла в этом плюс я его учу работать и что надо где делать а он в ответ учит меня в ответ учит меня немецкому языку проработав с ним целый день я чуть-чуть подучила какие-то для себя слова например его спрашивала как там будет на немецком языке сток в полу он сказал апплюс не знаю надо будет конечно проверить еще короче говоря я чуть-чуть учила с ним слова как правильно говорить что выбрось в мусорный пакет он мне сказал надо говорить ласен ин дэмцак то 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 ну как бы я чуть-чуть запоминаю я в этом нашла какой-то плюс но в конце дня меня расстроило во-первых я уже для себя поняла что на работу приходят только чьи-то родственники я просто так поинтересовалась кто его родители он сказал что родители не повара ну наверное все равно какие-то знакомые шефа или еще что-то а потом я его спросила говорю какая у тебя заработная плата почасовая он так возмутился и сказал нет конечно у меня ежемесячная фиксированная заработная плата но я знаю что вот те повара которые у нас работают там только в основном главные сфиксированы заработная плата и она у них в районе пяти тысяч франков как-то так а к нам вот такое какое-то совсем другое отношение непонятное пришлось немножко отсесть села женщина и просто курит на лавке мне кажется есть какие-то отведенные места для курения она сидит и курит и на меня дымит ну наверное это так положено не знаю вот она сидит тут с этой стороны ладно короче говоря вот как-то так в какой-то степени мне стало не очень приятно я понимаю что у него образование но у него нет никакого ни опыта ничего и у него нормальная заработная плата я там проработала два года все на свете знаю ну по крайней мере все что у них есть я везде работаю и работаю за копейки лишний раз понимаю что надо учить язык и надо уходить менять работу поэтому я делаю все возможное и невозможное чтобы учить язык советую всем обязательно учить языки сколько бы вам не было лет чтобы вы не планировали в жизни как бы вы не хотели устроить свою жизнь я никогда в жизни не думала что я так уеду жить за границу а в детстве как сказать в юности я вообще думала зачем мне ветеринару надо немецкий язык или английский с кем я буду разговаривать ну то есть вот узко как-то я думала а потом уже с опытом со временем я понимаю жалею что я не делала уклон не занималась с репетиторами и от этого немного печально и грустно о потерянном времени поэтому если меня смотрят подростки какие-то или любого возраста не упускайте времени даже если вы сейчас не за границей неизвестно как завтра жизнь повернется интересный такой мужчина в белых штанах может он повернется темнокожий такая прическа у него интересная необычная и тут много таких людей очень интересных и все разнообразные и всех всех друг другу относятся с уважением это очень замечательно прекрасно нет никакого такого что кто-то там лучше а кто-то хуже ну разве что вот эти шри-ланкийцы на работе почему-то кстати отношение вообще вот к этому мальчику совсем совсем другое не такое вот как всем остальным работникам совсем другое то есть не знаю то ли действительно у него какой-то там папа или мама какие-то или то что он швейцарец ну вот совсем другое отношение целый день с ним носились я когда пришла устроилась на эту работу у нас было 20 человек новеньких из этих 20 человек оставили двоих троих я не знаю как я чудом умудрилась и попала в эту тройку но это просто ну это непередаваемо как это так сказать мне потом вот была такая ассоциация как раньше была передача последний герой что-то такое как это выжить на острове вот так у меня было на работе честное слово как выжить на этой работе но стремление было мне не хотелось жить в доме с чужим мужчиной кроме меня больше никого не волновало как я тут живу поэтому я должна была все сделать сама и уцепиться всевозможными силами и не силами за эту работу и я старалась все делать но я всегда работала честно скажу на любой работе добросовестно у меня такого не было просто вот после таких ситуаций как сегодня было с этим новеньким что какое отношение к местным и какое отношение к нам немного печально от этой ситуации и лишний раз как сказать такое ощущение как будто натыкали котенка носом в то что он там нагадил ну вот у меня вот такая какая-то ассоциация не знаю почему у меня такое возникает в голове вот лишний раз я поняла что ну неприятно как-то вообще неприятно выбора на данный момент нет надо терпеть и работать села в поезд а это все я к чему рассказывала потому что вот находишься в эмиграции тут в таком вот состоянии что даже общение с людьми тяжело дается с нашими не с нашими вот не все могут с этим справиться психологически нормально и ладно как бы ты можешь еще находить в себе силы так наверное правильно сказать чтобы принимать общение с другими людьми но в ответ вообще нет никаких сил отдавать то есть какие-то праздники организовывать самому организовывать с кем-то какое-то общение кушать готовить вообще на это нет никаких сил ехала ехала не доехала высаживают нас всех в бустере объявили конечную что-то приключилось с поездом пересадили нас на другой поезд какие-то изменения или что-то произошло с этим поездом сейчас едем назад вот какие все-таки швейцарцы молодцы даже если что-то приключилось там у того поезда все организовали люди все успели пересели на другую платформе на другой поезд спокойно поехали и уехали каждый добрался куда ему надо молодцы без всякого стресса вот я за два года с транспортом здесь привыкла к тому что стресса здесь нет в транспорте и это очень сильно расслабляет неси печенюшку балуется попрятала все печенюшки все вкусняшки под коврики везде только можно я начала убирать понаходила и она давай бегом есть чтобы не отобрали еще сердится на меня доброе утро всем у нас так что-то похолодало туман но сегодня будет хорошая погода ненорма ни одного облака на небе на завтра дождь передают но блин холодно так у меня ужин пельмени которые сама слепила со сметаной салат помидоры огурцы и поджаренная кукуруза всем хорошего вечера спасибо за ваши лайки за ваши комментарии всем пока пока я так вот часто сидит на меня смотрит отвернулась со спины обихунь ты чего обе иди ко мне сюда ты обиделась или что случилось все до свидос такой у нас закат сегодня не знаю увидите вы или нет совсем совсем тонкий растущий месяц как-то так я бегу контролирует процесс на улице все-таки лето прекрасное пора времени года не знаю не знаю не знаю чтобы это не знаю Продолжение следует...